Пусть это дурь Уже не болит, все все не болит Я ничего не знала, явно в их мысли прочь Я тебя не ласкала, это ласкало в ночь Я и не понимала, это было давно Я тебя не целовала, тебя целовала в длину Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам И я тебя не теряла, ты потерял силу Но сердце твое сжигает рассвет Тебя уже нет, меня уже нет Меня с тобой нет Но сердце твое сжигает рассвет Скорая молчит Что-то прошло, в уши не болит Совсем не болит Совсем не болит Совсем не болит Сердце твое сжигает рассвет Сердце твое сжигает рассвет Скорая молчит Тебя уже нет, меня уже нет Меня с тобой нет Ты потерял силу Привет из солнечного города Сочи С вами, как всегда, Арина Я вас приветствую Сегодня у нас солнечный денек И мы с вами... 6 октября И мы с вами едем У нас сегодня есть планы Какие у нас сегодня планы? Сегодня со мной едет Моя несравненнейшая Жозефин 13 Я вам настроила на дорогу Показать, что по серпантинам Уже мало стоит машин А вот здесь вы увидите Ремонт дороги еще продолжается Лазаревская, напоминаю И мы с вами едем в зоомагазин И ветеринарку Значит Те люди, кто Животных Заводят Естественно Мы за них отвечаем Поэтому И с Жозефиной Я прохожу тоже Плановые проверки Друзья Как мы с вами ходим По врачам Да, по поликлиникам Диспансеризация Кто прошел, кстати Напишите Диспансеризацию Да И мы с вами Я вам покажу Сейчас Ветеринарку Я В нее Еду Первый раз По-моему Она называется Белый лев, что ли Я В городе У нас Еще здесь была Есть, точнее Ветеринарка Я сейчас расскажу Вам один случай Как-то по лету Вот, кстати Смотрите Какие дороги Более-менее чистые Так, что это у нас тут Гайцы Тремя машинами Смотрите Пролетели Да? Интересный случай Куда это они так торопятся то? Ну вот Пока красный Как раз мы с вами поболтаем Значит Что происходило? Друзья Как всегда у меня упали В общем Она потеряла ориентир Я ездила с ней В ветеринарку И В ветеринарке ей сделали укол Естественно Годовой Да? Против бешенки И делали УЗИ Там на УЗИ сказали Что все типа плохо Надо стерилизовать Ну что мы с вами едем Надо ее стерилизовать И сказали типа Что там у нее чуть ли не рак Чуть ли не опухоль Я сначала так очень сильно расстроилась Потом Думаю Я кстати еду и разговариваю с вами Потом думаю А что это я буду ее стерилизовать Что-то знаете Надо не вот одного Один магазин Ну этот да Ветеринарку пройти Чтобы потом как бы под нож Операцию Положить свою собачку Поэтому я решила Пока приостановить это дело В итоге что получается Я встречаю одну знакомую И эта знакомая мне говорит Что В той ветеринарке А что это они сегодня так распудахались то Уже пять машин я встретила Гольцов Странный случай Ну и сказали что Я встретила знакомую Хорошо что я приостановила Она говорит Хорошо что ты В ту ветеринарку под нож Той женщине не отдала Вот Потому что У нее был случай У нее несколько собак Что в той ветеринарке Это на колораж Ветеринарка находится Якобы Женщина делала операцию Что-то там отвлеклась Собака у нее умерла Но я приостановила этот момент И сейчас Она мне дала Новую ветеринарку Другую Вот Вы ее увидите И мы едем с вами туда И вообще Выяснять Уточнять В чем же дело Но Я заметила Что у нее Есть облысение Чуть-чуть Вот И я думаю Ну может это Все-таки У нас Осень Я купила ей Омегу Купила таблетки Смотрю что Что-то как-то не очень Это все помогает И решила Доехать до ветеринарки Ну вот Посмотрим что там Ветеринарки нам скажут Знаете Не нужно сразу Прям бежать И оперировать Хотя УЗИ сделала Она показывает мне Она проверяла Там Ей почки И то и сё И легкие Все хорошо Ну вот что-то типа по-жински Но может быть Может быть Поэтому Нужно не сразу делать операцию А мы едем с вами В другую еще Ветеринарную клинику В городе Значит Тогда В ветеринарке Ей сделали Укол ножпы Мы Я думала Она ножку сломала Или что А в итоге Просто она себя Что-то плохо чувствовала Она наверное что-то съела Вот Так иди-иди Мужчинка Вот И Что Значит за прием Я тогда отдала Полторы Полторы за УЗИ Плюс За уколы Я по-моему Отдала сколько-то Не помню 1000 или 1200 В итоге И плюс лечение У меня обошлось Где-то по-моему 18-9 Это было лето Поэтому я немножко Притормозила Уже с операцией Вот по-жински Ну как вот они сказали По УЗИ И думаю Пока приторможу Вот И осенью Когда народ разъедется Потому что У нас сейчас вечно Негде Встать Когда отдыхающие приезжают Да Думаю съезжу с ней И посмотрю Что скажут там Ну вот посмотрим Что скажут нам В другой ветеринарке Что нам в итоге делать с ней Может быть Какие-то лекарства Может быть Кстати скажут Корм поменять Как вариант Вот я сейчас Вот это дело Уточню Ну что друзья Значит Там где мне сказали Делать операцию Делать операцию Собаки Моей Это белый лев Он находится Это ветеринарка На улице Колораж Вот Чтобы вы знали Если вы приедете С собачками Куда в принципе Бежать Мало ли что А мы сейчас Приехали с вами В самое начало Победы По Лазарево Я ехала Да Это у нас Я вам покажу Какой адрес Если я сейчас увижу Значит Клиника Ветеринары Называется Барон И мне про нее Как раз сказали Та женщина У которой Погибла собака В белом льве Видите Целая история Получается С нашими тут животными Возиться О Машинка уезжает Сейчас я подвинусь Как раз Ну посмотрим Что нам скажут И сколько стоит В принципе прием Значит Что на мне Как всегда Шорты Только более утепленные Джинсовые Вот И вот мы еще Футболочки одели Градусов Где-то По факту Показывает 20 Но на солнышке Все 25 26 И люди Еще загорают И купаются Друзья Ага Она уже боится Так Вот Ветеринарный кабинет Барон Диагностика Терапия Хирургия Вакцинация Гигиенические стрижки Вызов на дом Кстати Вот даже есть номер телефона Кому нужно Ну что друзья Отправляемся мы с вами Из ветеринарки В зоомагазин Значит При этой ветеринарке Есть Тоже небольшой магазинчик Но то что она нам выписала Как всегда В одном месте нет И Очень хорошая девушка Там работает Врач Инна ее зовут Вот Все она объяснила Что и как Вот видите Главное Знать Какому врачу еще попасть Да Это как у нас у людей То же самое Значит По поводу стерилизации Что она сказала Что После 6 лет От 6 до 8 лет Когда собаки Уже по возрасту По хорошему счету Надо делать стерилизацию Вот мы с вами сейчас Будем проезжать С левой стороны Минутка Куда мы с вами Летом заходили Но она сейчас Не знаю Работает Нет Вообще она закрывается Уже в конце сентября Да Минутка У Тамары еще работает А столовая Минутка уже закрыта Так Давайте мы пропустим Значит По поводу стерилизации Она сказала Что нужно Стерилизовать Приходите Обязательно Ну тут без УЗИ Она определила А там меня Раскрутили в белом льве На УЗИ Ну по деньгам Я имею ввиду Да Ну в принципе Пускай будет Я ничего не говорю Тоже нужное дело Далее У кого собаки У кого кто Когда стерилизовал Напишите У меня собака Девочка у меня Русский Тойн Она никогда не рожала Вот Я ее никогда не сводила Но она говорит Это не столь важно Все равно как бы Желательно стерилизовать Стерилизация собаки происходит Когда она здорова И когда она в своем весе У меня собака По факту Чуть-чуть превышает вес 3700 Сейчас взвесили Хотя летом она была 3500 Видите Немножко вес она Набрала Но я ей сказала Что может она болеет Потому что она спит целыми днями Так в принципе Не должно быть Сказала с ней Побольше естественно Гулять ее Чтобы она прыгала Скакала На улице Туда-сюда Бегала Мы сейчас с вами едем По улице Победы Здесь я еще по моему С вами не ездила Не помню Вот И что Почему у нее Мех Ее выпадает Да Потому что она Может быть по разным причинам Но как я и думала Возможно Из-за питания Когда мы жили В Москве Она у меня ела Роял Канина Сюда приехали Вечная история В одном магазине Найти невозможно На Валдере Я заказывала Там тоже что-то Не алё Непонятно что Приходило В итоге я ее перевела На другой корм Плюс Подножный корм Она особо ничего не ест От стола У меня Но единственное Что я могу ей что-то готовить Отдельно готовить Там сердечки Печень Гречку Она сказала Сейчас пока ничего Не давать с общего стола И не готовить И косточки Я ей покупала Косточки Вот эти вот тоже Она говорит Там много всяких примесей Дополнительно Которые я покупаю Тоже пока отказаться Не давать Значит Эта врач Расписала мне Дала определенный шампунь Вот лечебный Я купила этот шампунь Расписала Когда ее купать Когда ей давать Делать капли Видите тут умельцы Вечно А вот От блох Там от клещей Вот это все И Роял конины Я сейчас у нее купила Корм Плюс ко всему Она выписала Капли На холку Нету у нее Я опять Развозняла Короче Разванялась Одним словом Ну что ж такое Вечно придешь В одну клинику Вот хочется все купить Давайте проверить И купить И все Вот сейчас Вот у нас С левой стороны Здесь Здесь будет Чуть дальше Мы едем с вами В зоомагазин И еще там есть На переулке Павла В общем сейчас Мне надо искать эти капли Ну она говорит Ну вот нету У нас привезут через неделю Ну она говорит У вас тогда весь график собьется Она расписала Когда давать Когда купать Что давать В общем я говорю Я поняла Посмотрим Найдем мы эти капельки В общем За прием За роял канин За шампунь Я отдала Сразу Сейчас Две с половиной тысячи Значит У нас Задача такая Чтобы она похудела Чуть-чуть Вылечить ей шерсть И потом Прийти уже на прием Потому что До этого стилизовать Не положено Она сказала Значит Собака должна быть здоровая Значит Там надо где-то припарковаться Понимаете Вот история целая Вот с этими парковками Целая история И вот я не знаю Теперь где мне вставать Сейчас попробую Сюда повернуть И дойти пешком Здесь односторонка У нас Вот целая история С парковками Вроде как Место повезло нам Вот прям Богу молишься Чтобы место найти Вот видите Как ездим мы Здесь постоянно Что-то здесь непонятно К машине подключено Заряжается Наверное электричество Что ли это Не пойму Объясните мужчины Если кто знает Что это за Подзарядка Такая интересная Наверное это электрическая Электромобиль Я сейчас вам ее покажу Так И мы сейчас Значит Как только Значит нам Лечиться месяц Как только Я собаку Свою вылечу Нам нужно идти На второй прием И дальше Она будет смотреть Как она вылечилась Если нет То еще месяц А потом В общем Заниматься стерилизацией По факту я поняла Что ей Ее стерилизовать нужно Уже по годам Видите какая история Вот бы так Женщин стерилизовали На левне ходили Это мужики Вечно жалуются Что ж такое Вот с кем не начну Разговаривать Все говорят Баба ушла Баба ушла Жена ушла Детей бросила Ну и так далее Ладно Это мы так пошутили Как всегда Так мы с вами приехали На этой улице мы не были Тут 75 по моему И мне не ошибает Память школа И здесь у нас тоже есть И парикмахерская И Валберез Я вам покажу В Валберез я часто Сюда ездила В свое время Заказывала товар Потом здесь вечно Неудобно парковаться Стала ездить На Малышево улицу Парикмахерская Я тоже здесь Один раз была Просидела 5 часов Покрасили невозможно Поэтому тоже Сюда не хожу Ну что Сейчас покажу вам Эту машину Идем в зоомагазин Вот смотрите Зарядка идет Машины Я так понимаю Что это электричество Да Я никогда Это не видела Подожди Сейчас я вам Немножко покажу Это место Вот машинка Смотрите Да Вот И она Заряжается Значит И здесь у нас Нотариус Кристалл Агентство Недвижимости Сейчас Немножко пройдемся Моя страдалица Сейчас я вам покажу Сейчас здесь стой Стоп Вот видите У нее тут Как будто облысение Чуть-чуть пошло А здесь тоже Вот есть еще место Ну отлично Уже значит Освободилась Так вот Парикмахерская Улица Победы Дом 111 Значит Она мне не понравилась И там дальше идет Валберес Если по этой улице Идти прямо Вперед То там Можно перейти дорогу И попасть на ЖД вокзал Кому нужно И там рыболовный еще магазин Но это вот по прямой Туда мы попадаем На улицу Лазарева Давайте пойдем Все Давай Вот здесь вот школа Смотрите Ну и вообще вы наблюдаете Смотрите Октябрь да Уже почти середина Мелененькая Вон там Кипарисы красивые Тоже Переходим Дорогу Здесь одностороннее движение И вот это вот школа По моему 75 Ну если я не ошибаюсь Вон Ученики идут Мы с вами идем На ту сторону В зоомагазин Искать капли Вот видите Какая история Почему вот нельзя все в одном магазине Ну наверное закончились 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 Она сказала Что через неделю придут Вот Урал Сибан Какой-то Очень много всего Так ну что-то тут Жозефина А вы говорите снимать нечего Да тут можно по победе пройти И вам на месяц съемок набрать Если что Кто-то там писал Потому что тут Магазинов очень много Вон мы идем В тот магазин Зоу Бед препараты Здесь синяя вывеска Вы увидите Это улица Победы По ней мы ехали С вами сейчас Немножко прогуляемся Подожди Идем Так здесь у нас слева оптика Тоже парикмахерская студия Какая-то Имидж открылась Вы знаете Вот не проедешь месяц Допустим Не посмотришь По магазинам Уже столько всякого Появляется А вы говорите закрываться Нет Тут все открывается Посуда Подарки Вот А во Или а его Вот видите Ну мы зайдем Наверное посмотрим Мы же любопытные Вот мы идем В Зоу Товары Так Рецептик Вот на холку Силофорт нам надо Я посмотрела Капельки Силофорт Переносочки Тоже есть Почем интересно Я покупала Когда в Москву ездила Ну тоже 2000 где-то Очень много корма Рассыпной Я так поняла Какой-то корм Магазин хороший У меня здесь карточка Тоже где-то было Потерялось Наверное уже Все карточки Вечно теряем Тут и для кошек И для собак Вот есть лежанки Кстати недорого Я вообще лежанку свою За 2000 по-моему Покупала И одежду здесь покупала Сейчас посмотрим Это капли Да Но я сейчас еще посмотрю Одежду Ага У вас лежачки хорошие Я вот тоже покупала Смотрю Для собачек Вот Паскидки даже есть Так Сейчас мы что-нибудь выберем Тебе Красивенькое За твой стресс Что-нибудь выберем Ага Джинсовку Либо вот эту косточку Сейчас я померяю Может она быть возьмем Виктория Так Вот эту Либо вот эту Тоже Виктория Гайде Что-то такое За фирмой не пойму Но сейчас мы померяем Посмотрим Угу Выберем Так Нашли мы все Лафор И Мошенничек Новый И вот этот Костюмчик Выбрали Да? Ужать 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 Виктория Гайде Я спросила Да? Сейчас будем оплачивать И пойдем гулять Ну друзья В общем купила Когти Когти резкую Ей купила Вот эту вот Кофточку Толстовочку И Новый Ошейник Полторы тысячи рублей Содержание собаки И вообще Кошек и животных Сейчас не так дешево стоит По факту Так Думаем Куда еще нам с вами зайти Вот теперь она у нас С новым ошейничком С новой обновкой У нее много одежды Но я Сегодня ей за стресс То что она В ветеринарке Протряслась От страха Я ей купила подарок Я думаю она мне будет Благодарна Так Хорошая кстати Вот здесь Золотовары Бед препараты Цены вообще Очень дешевые Есть на лежаки По 500-600 рублей Я в шоке Я покупала За две На колораж Опять же этот Белый лев Непонятный Ветеринарка И вот этот Вот Вот эта толстовочка Со скидочкой По-моему 615 рублей Стоит Ну а все вместе У меня вышло Полторы Еще лекарства Еще лекарства Тоже я взяла Лекарства Ей капли Нашли Очень прекрасно Зайдем сейчас Наверное в посуду Подарок Посмотрим Пойдем зайдем В жаде посмотрим Здесь красиво Вот так все Сковородочка 2700 Вот это Тоже все такое красивое Чайничка 1800 Наборчики Все что касается для дома Я прям обожаю Это прям моя тема Смотрите Турки Где-то в пределах тысячи Пять тысячи Четыре тысячи Ага А вот весы есть Кстати мне нужны были Весы Мы сейчас спросим Девочек как раз Видите какая красотенья И ложечки И вилочки И ножи Каких только нету И вот такие вот наборы Кстати у меня был такой набор Я потом убрала На дереве Дерево и ножи Двенадцать тысяч Десять пять Это что такое Подставка для ножей Это уже интересно Вот я такие больше сейчас люблю Подставки так отличненько будут баночки красивые и там очень много тарелок в другом как раз зале а цветочки тоже есть красивые вазочки да он сколько вас красивых шикарный магазин суперский как раз это зима сент-эк ну что друзья магазин супер мне понравился она 4 пила весы там цена была 1100 столе у них 20 процентов сейчас скидка на все 880 рублей у меня возникла проблема с весами у меня были на батарейке весы и как только я меняю батарейку покупал батарейку магазине уже не на не в интернет магазине а вот иду покупаю батарейку для весов вставляю батарейку весы не работают не знаю и вот так у меня уже выкинуто трое весов механически покупала не работают сейчас я купила новые весы там тоже вон еще выбор товара для дома смотрю и вот этот магазинчик посуда подарки а его шикардосы так вот весы я вам их как раз показала они уже идут батарейку вот цена 880 рублей хочу вам адрес улица победы 100 ну что за за финна у нас симпатичная красавица гуляет мы сейчас с вами пойдем дальше пройдем сейчас посмотрим может еще куда не зайдем может вот тепло ну что друзья гуляем да сейчас немножко вперед пройду покажу вам что у нас тут есть вообще все зеленая вот эта улица победы она всегда вся зеленая даже зимой здесь всегда зелено и красиво как будто ты летом находишься до так мы дошли здесь золото пивилирный магазин смотрим что здесь здесь вещи вот я смотрю что магазина распродажа и все в принципе идем в другую сторону за мной как раз сейчас я вашу дорогу тут у меня и пакет и собака держу все вместе вот смотрите распродажа тоже какой-то магазин тут снимать вам не переснимать дорогие мои я же не во все магазины захожу вот золото ювелирный магазин проходим итальянская обувь и милан видите победа 100 а это оборота и салим везде нужно присесть и везде нужно остановить и тормознуть кстати ломбард еще в этом лазаревский написано ломбард лазаревский сейчас я вам увеличу это где золото сейчас мы проходили там еще есть и ломбард получается кому надо вдруг выбор товар для дома здесь я тоже как-то было неплохой магазинчик при енковице продается но мы не будем туда заходить оптика сейчас мы зайдем с вами в цветочную что посмотрим танцами может быть мужчина какие-нибудь захотят здесь кому-то подарить цветы он красивая оформленный этот магазин так одежда из европы хэнд бренд сеть магазинов second hand о я даже не знал кстати и озон тут есть видите друзья интересненько вот смотрите салон студия и по репона и фото здесь есть фото удобно цветочки здравствуйте красиво какая красота тоже композиция смотрите какое оформление красиво девочки супер да шикарно оформление очень красиво не нравится слушай и сюда большой довольно таки магазинчик стенды очень красиво оформлены очень друзья молодцы прям девочки только что-то я здесь живых цветов не вижу сейчас я спрашиваю а для свадьбы оформление здесь идет красота сариков очень много видите упаковочной бумаги коробки с днем рождения супер вот нашла цветы красиво сейчас мы спросим скажите лилия почем есть лилия или 400 она у вас и гипоаллергенная или пахнет не пугают свечки красивые а почему не с крестиками свечки для случая для крещения а где отводим собачку вот сейчас я выбрала себе розы кустовые куплю сейчас живые а вот свечи это наша слабость а вот перламутровая то что золотое когда можете ее сколько девятьсот а она горит это баночка просто до перламут нет это свечи а внутри свеча а это баночка баночка я поняла ладно за свечами мы уже отдельно пойдем цветочки возьмем сейчас а надо добавлять что-то в воду в кустовый розовый ничего открывайте шикарный букет я подарок сделала ну что он друзьям купили мы с вами цветы побаловать свою женскую женскую душу вот так должны делать все женщины и не ждать пока придет дядя вася дядя петя и подарит вам эти цветы я обожаю цветы люблю разные но есть любимые и сейчас я купила кустовые розочки красивая а цена этих роз 600 рублей я вставлю фотографию в общем очень прекрасненько мы с вами гуляем отличненько траты денег продолжается называется так и сейчас я иду за в принципе машине переходим дорогу так ты не туда пошла видите что вот с ней творится вот так что происходит иди сюда она не понимает что она тут закрутила мне все на свете видите друзья а мы с вами едем дальше еще мне надо заехать в магнит может быть там все что-нибудь еще вам сниму и потом уже ехать домой обрабатывать собаку все по списку все по рецепту как положено цены обращайте внимание на цены обращайте внимание на погоду на людей в чем люди одеты вначале почти практически уже середина октября до принципе мы выходим на улицу лазарева и едем с вами дальше так выехали мы с вами на улицу лазарева и сейчас я поеду в магнит который находится возле киевси так что дальше по городу не крутится хотя бы смотрите сейчас движение более-менее уже свободная вообще друзья конечно это кайф ездили ехать в начале октября в футболочки и в шорках а москва уже давно ходит сапога и в теплых курточках хотя я посмотрела у нас погода тоже немножечко будет портиться уже по крайней мере знаете какая будет погода 20 21 чуть меньше 20 вот такая погода будет весь октябрь поэтому если кто собирается в отпуск особых дождей смотрю пока не вижу по погоде да в интернете смотрел сегодня погоду не вижу особых таких дождей поэтому солнышко и вы знаете даже жарко поэтому я вполне себе даже еще скажу вам сейчас что в сочи лето продолжается так сейчас мы с вами уйдем направо под мост под gd мост и потом налево и как раз приедем магниту мы с вами уже здесь катались так ну что вот здесь парковка смотрите пустая в принципе все отличненько все прекрасненько сейчас я посмотрю где я встану и пойдем дойдем до магнита я с собакой особо вам не буду там ничего снимать но немножечко может быть день сниму ну что готова жозефина в новой одежде уже приготовилась обмывать свою одежду бегать показывать всем и ошейничек свой новый красивый какой прям чокер как у нас чокер так и у собачек эти ошейнички так что у нас собачки тоже модные что у тебя здесь зацепилась салфеточкой надо почистить ее глазки вот приехали к этому магниту а с левой стороны у нас ким все ну а по прямой у нас как раз вот улица лазарева куда мы будем выезжать и уходить в горы какие-то курточки появились толстовочки полторы тысячи толстовка тарелочки сюда перенесли курточки цены нету так мы с вами идем нам нужно купить яйца 219 рублей арбуз я здесь брать не буду он большой я купила дыню мы с вами купили на базе посмотрите сколько здесь вкусно это салатики колбаски мне принципе ничего не надо кроме сыра майонез 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 наверное тоже сейчас возьму для салатиков буду делать лаваш сыр помидорки туда еще идут ветчина и майонез и все обжаривается и здесь какие-то шоколадки по скидке смотрите белый шоколад и одной рукой снимаю другой собаку держу не было этих шоколадок а сейчас смотрите по скидке интересную 100 рублей попробовать взять что-ли возьмем сейчас так на и но с Ну что, друзья, наше путешествие сегодня подходит к завершению, оцените, пожалуйста, как у нас получился сегодняшний влог, а я с вами буду прощаться, и поеду сейчас домой в горы, купила лаваш, буду готовить в лаваше свои любимые фирменные штучки-дрючки. Я не знаю, как они называются, у меня дети очень любят, значит, я снимать не буду вам, режется помидор в тарелочку, делается как салат, туда добавляется сыр тёртый, ветчина, которую вы любите, они важны из индейки, из курицы, вот, и всё это заправляется майонезом. Дальше берётся лаваш, режется на полосочки, вы складываете в лаваш вот этот свой салатик, скручиваете лаваш, и, как бы, и края тоже заворачиваете, и поджариваете с двух сторон на сковородке, там, буквально по пару секунд. Вот, всё, сыр растворяется такой вот горячий, вкусные помидорки тёплые, там, ветчина тёплая у вас получается, и хрустящий лаваш такой шикарный, кстати, очень это вкусно, и очень это полезно, да, это лучше, чем хлеб, по крайней мере. Значит, дети меня очень любят, и всегда просят, чтобы я готовила, и как можно больше, и все, кто в гости приходит, и все тоже просят. Попробуйте, пожарьте, не пожалейте, и если у вас, допустим, вот только-только сейчас вот гости подойдут, и можно накрутить эти лаваши, поджарить, просто супер. И чайку попить, кофеёчек, и к закусочке, если вы там что-то крепкое употреблять будете, да, то есть всё это прекрасненько. Поеду вот сейчас себе готовить, хотя у меня там и суп ещё есть, и ещё что-то, в общем, вечно нам хочется что-то новенькое, да. Цветочки меня будут радовать, вот сегодня я, видите, футболочки ГАП, кстати, я её покупала тоже на Валберис, не помню сколько, три года, наверное, назад, ношу очень редко, почему-то она укороченная. И джинсовые шорты на мне. Так что, друзья, будьте со мной, я с вами, не забывайте подписываться, обязательно писать свои комментарии, и я вас очень люблю, целую, я с вами буду сейчас прощаться. И не забывайте, что этот канал новенький, и я хочу скоро выйти в прямой эфир, но для этого нужно хотя бы тысячу подписчиков, да, чтобы отвечать вам на ваши любимые вопросы. Поэтому, друзья, Арина, море в Сочи, лето продолжается, а я еду домой в горы, пока-пока. Решила вам показать, как делать в лаваши эти лаваши, но они вкусные очень. Режем помидоры. Так, режем помидорки сначала. Спасибо всем участникам, Андрея Макеева, с студентами. Ну, обычными кубиками. Спасибо большое за настроение здесь в студии, которые обязательно я говорю. Пронесу свою сегодняшнюю пятницу дальше здесь. Да, мы вместе желаем вам шикарной пятницы, наслаждайтесь своим состоянием и наш любимый русский русский. Конечно. Русское радио зажигает сегодня пятница, девочки, друзья. Так, помидорки. Я купила один лаваш, поэтому я делаю его немного. Два хватит точно. Две помидорочки хватит. Сок, который остается от унидора, мы тоже туда добавляем. Девочки, вот у кого так, сразу понятно, женщина живет одна, ножи неточеные все. Поточить надо. У меня даже, кстати, точилка есть. Что-то я как-то не привыкла просто сама точить ножи, всегда мужчина стучит. Ну, да ладно. Так, дальше. Берем сыр, тертый. Полностью пачки, наверное, много будет. Сейчас я посмотрю, да? Видите, он прям как жарко было в магазине, он просто вот у них лежит без холодильника, он даже без прилип. Это, конечно, не очень мне нравится, но не важно. Можно самим потереть, конечно. Я считаю, что вот этот сыр, он для ленивых больше. Тертый уже. Ну, да ладно. Так, сырочек мы добавили. Делаю ее сама, ем сама, поэтому без всяких перчаток, все у меня чистенько, ручки у меня чистенькие, все прекрасненько. Сыр и немножко оставилось даже, да? Ну, ладно, на яичницу пригодится. Дальше берем... Сейчас попробую другой взять ножик, может быть тот будет заточен. Кстати, сама ножи не люблю, тащить ужасно. Попробую это взять, этим редко пользуюсь, но она будет заточена. Ну да, я права. Значит, я взяла ветчину, ветчина индейки. И режем ее, да? Тоже туда же. Что-то сказала, что мало будет. В итоге что-то у меня тут опять много. Девочки, у меня реально с пропорциями беда. Хочу делать мало, в итоге всегда получается много. Что делать буду? Опять не съем ничего. Уже весы купила, контроль весов все равно. Так, ветчина. Наверное, ветчину все что-то порезать. Может и сыр-веста-то бросить. Вот так всегда. Сейчас я посмотрю. Ну ладно, салатиком останется. Его, кстати, салатиком тоже можно съесть. У меня, потому что один лаваш это очень мало. На такую порцию начинки. Плюс 11, вон, друзья, передали в Москве по русскому радио. У меня Алиса включена. Ничего себе, плюс 11. А у нас сколько? Сегодня 25 где-то на солнышке, точно. У нас еще ночью 16-17. Там передают, по-моему, 10-9. Но еще пока нет вроде бы. В общем, останется по ходу салатом еще поесть. Ну, как-то так. Значит, мы бросаем еще. Видите, ну вот сказала чуть-чуть. Видите, опять села тарелка. Ну, как-то вообще не угадаешь. Просто буду опять соседей угощать. Так, сейчас я достану ложечку. Так, убираем вот это. Убираем доску. Все, сюда соли никакой не надо. Сюда просто майонез. Просто майонезик добавляем, да. Как раз хорошо, что я купила еще пачку майонеза. Вот видите. Надо всегда, чтобы у вас НЗ какое-то было. Вот заканчивается, надо уже сразу покупать. Пригодится. Так, размешиваем. Ну вот, друзья, смотрите, они поджариваются. Я уже поставила чайничек, чтобы кофеечек попить. Кстати, с кофе они очень вкусные, друзья. Очень. Попробуйте. И вы знаете, у меня вся начинка как раз получилась. И вот четыре штучки. Но это много. Вообще, я их люблю маленькими делать. Но это тогда нужно мне было два лавошапку пать. Ну да ладно. Как раз один съешь и наешьте. Кстати, вот девочки, у кого мужья на работу ходят и берут обеды. Смотрите, какая классная еда. И нормально, и полезно. Фольгу закрутили им, завернули. Он в обед еще может тепленький не поездить. На работе. Ну, муж я имею в виду. А может и девочки, кто на работу возьмут, тоже покушают. Ну, друзья, я всем желаю приятного аппетита. Смотрите, какая вкусняшечка у нас получилась. Можно разрезать. Можно так кушать. Я всем желаю приятного аппетита. Я тоже сейчас буду обедать. А вы, друзья, не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии. Все. Всех люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok